Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней передачи самая такая вот телевизионная, почти что к жёлтой прессе относится. Значит, летающие тарелки. Летающие тарелки, но правда без маленьких зелёных человечков будет обойдётся, без инопланетян вроде как. А пришли на эту тему поговорить вполне серьёзные, в общем-то, люди. Доктор технических наук, академик Академии космонавтики имени Циолковского. Главный научный сотрудник Института проблем управления Академией наук, Российской Академии наук имени Трапезникова. Трапезников тоже был очень уважаемый академик в своё время, конечно. Новосельцев Василий Николаевич. Долго-долго начинал, профессор, доктор технических наук Новосельцев Василий Николаевич. Он, вот как у нас учёный, а вообще о такой теме, как летающие тарелки, говорить так вот с одними учёными нельзя. Иначе пропадает такой вот колорит, понимаете, детский писатель, в общем. Я так вот позиционирую. Карен Давидович Арутунянц. Он вообще наш редактор, снимает передачу про науку тоже, да. То есть тоже вполне вменяемый человек, да. То есть три вменяемых человека собрались поговорить о летающих тарелках, да. Вот о таком вот явлении, да. Вот. И вот Василий Николаевич, он написал несколько статей про летающие тарелки. Не все могут похвалиться статьями о летающих тарелках в научных журналах. Это в каких же было журналах ваш статей? Ну, у меня была самая хорошая моя статья, опубликованная в 96-м году в пятом номере журнала «Природа». Вот так вот. Да. Значит, там рассказывается о феномене летающих тарелок. И я там разобрал один пример. Пример такой полета штурмана Акуратова, который состоялся в 1956 году по маршруту с Дальнего Востока, Северный полюс, мыс Джарелд-Дассеп в Гренландии. Потом на остров Медвежий и приземлился он в Амдерме. Вот он в этом... Амдерма, это, по-моему, в Архангельской области? Да, это примерно к северу Архангельской области, на границе к Уралу. Это беспосадочный полет был, да? Да, беспосадочный полет, разведочный полет. А на чем же он летел-то? На самолете. На Туполеве? Вот не могу сказать. По-моему, Ту-104. Ту-104. Но вот сейчас... Наверное, что-нибудь типа Ту-114. Это такой дальний был бомбардировщик тогда. Скорее все-таки это... Это был разведывательный полет, они разведывали ледовую обстановку. Ну и вот, ну я хочу пока не об этом рассказать. Я хочу сначала... Это пускай заинтриговать. Да, заинтриговать читателя. В таких фильмах сначала вот... А потом, значит, тут спокойно сидят люди за столом, пьют чай. Вообще говоря, пить чай за разговор на такую тему не полагается. Сейчас кто только не пишет о летающих тарелках. По телевизору ведутся передачи, клубы интересных встреч, газеты издаются, журналы, и все пишут все, что попало. Есть такая очень страшная газета одно время была, помнишь? Да, была. Назвалась «Очень страшная газета». И писала про НЛО или про... Ну, наверное, ее продавали в электричке, но вот я помню, что она была. А, понятно. Очень страшная газета. Понятно. Значит, я на самом деле хочу говорить, конечно, на очень неблагодарную тему. Я хочу, ну, мягко говоря, развенчивать эту теорию. Ну, что делать? Я все-таки ученый, а не психо-терапевт. А, терапевт. Вот, значит, когда говорят об НЛО, то обычно имеют в виду два круга явлений. Один круг явлений – это оптические феномены. Значит, НЛО обычно появляется внезапно, меняет свою форму, потом исчезает. Бывают случаи, когда летчики, летая на самолетах, вдруг обнаруживают НЛО и выясняют, что НЛО может сопровождать их в полете, маневрирует. Это один круг явлений. А другой круг явлений, он называется ближними контактами. Это уже когда человек чувствует, беседует, похищается этими инопланетянами, то есть, на НЛО. И вот эти явления, их трудно объяснять, но мы будем тоже постараемся их объяснить. Значит, ну, начнем мы сейчас с вами с оптических явлений. Значит, оптические явления возникают на самом деле по вполне земным причинам. В атмосфере, в нашей, возникает время от времени так называемые протяженные атмосферные следы, я так их назвал. Они возникают при полете самолетов. Все помнят белый след. Да, белый след. Кстати, с чего он образуется? Это конденсация пара на мельчайших частицах выброса сгоревшего топлива. Нассажа, можно сказать. Вот, потом протяженные следы оставляют ракеты стартовавшие. Такие следы оставляют части сгоревших ракет. Когда падают. Когда падают. Разрушившиеся. Да, 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 да. Ну, и существуют естественные протяженные следы, когда, скажем, метеорит влетает в атмосферу, или мелкие космические частицы. Они все оставляют за собой след. Этот след материальный, абсолютно материальный, его можно наблюдать. Он обычно, у него два свойства можно отметить. Во-первых, он очень длинный и значительно длинней, чем его толщина. Да, диаметр там бывает разный, от сантиметров до метров, а протяженность бывает, ну, несколько километров. Поэтому второе свойство тоже понятное, что когда смотришь такой след поперек, то сначала его видно хорошо, или, ну, в первые моменты времени это видно. А потом, когда он начинает рассеиваться, он исчезает. Ну, вроде как, такой след-то не похож на летающую тарелку. Правильно, правильно. Но летающие тарелки довольно редко возникают. Летающие тарелки возникают тогда, когда такой след виден либо в лоб, либо в угон. Вот когда ты смотришь на этот след вдоль следа, то он не так быстро размывается, и массы, вот частиц в этом следе достаточно, для того, чтобы его видеть довольно долго. И такая элипсоидная получается. Да, элипсоидная или кругленькая. Ну, это же надо, в общем, такой угол выбрать. А никто не выбирает. Не, ну, очень маловероятно попасть в такой угол, чтобы он... И все время этим вот следовать, этим курсом, да? Не, ну, вот смотрите. То есть лететь за пролетевшим самолетом, да? Подождите, это отдельный разговор. Значит, у нас ракеты сейчас стартуют в основном с космотрома Плесецк. Летят они через Северный полюс к Охотскому морю по прямой линии. Такая стандартная траектория. Хвост, вот о котором я говорю, он возникает на летящей ракете, и летит газы, выброшенные из ракеты топлива, летит в противоположном направлении. Ну да. И достигает поверхности Земли где-то на расстоянии, там, скажем, 150, 200, 300, 500 километров. Я не знаю этих данных, они, наверное, есть у военных. Но многие случаи, скажем, в Карелии, или в Ленинградской области, или в Петрозаводске, вот они как раз говорят, что там есть люди, которые видят этот след в угон. И вот этот след, он возникает в виде яркого пятна. Почему? Потому что ракеты обычно пускают нас там в предрассветные часы. Ну и редкие зрители, которые оказываются в это время в области вот той самой зоны, откуда наблюдается в угон ракета, они видят этот самый яркий след. Причем ракета летит от них по прямой линии, поэтому эта точка выглядит практически неподвижной. А след освещается Солнцем. А свет освещается Солнцем, совершенно верно. Поэтому получается яркая звездочка на фоне. Ну а дальше начинаются технологические операции. Отделение второй ступени. Это отделение довольно сложная технологическая операция. Две ступени скреплены железными, ну, прошу прощения, металлическими конструкциями. Их нужно пережечь. И есть специальный оборудование для пережигания этих конструкций. Первые болты, да? Да, не болты, а тут такие скрепы большие. Ракета же, она... Ну, целая башня. Огромная, огромная, да. И вот эти, видно, огоньки мелькающие. Потом включается двигатель второй ступени. И он в этой же плоскости, в проекции, выглядит как след, направленный к земле. А потом земля круглая. И люди, стоящие, скажем, где-нибудь на автобусной остановке в лесу, видят эту ракету на фоне кустов. И поэтому происходит впечатление, хотя расстояние по высоте до неё, там, 20, 30, 40, 100 километров. Над кустами, видите. Она приземляется за кустами, то есть уходит за горизонт. Вот они приземлились, инопланетяне. Подождите. Мы бы к ним прибежали, посмотрели, да, автобус запоздали на работу. Подождите, автобус опоздали, да. Ну, это вот первые феномены НЛО. А вторые феномены... То есть чисто оптический обман. Чисто оптический обман. А вторые явления возникают тогда, когда человек летит на самолёте, и в окрестности, в некоторых, скажем, километрах в 100 или в 200 его полёта находится такой след. Вот что будет, если он будет пересекать этот след? Нет. Ясно, что сначала он ничего не увидит, потому что он смотрит поперёк. Потом он разреженный всё-таки достаточно. Да. Когда он приближается ближе к следу, он уже начинает смотреть вбок, и взгляд, скользя вдоль следа, начинает что-то видеть. В момент, когда он пересекает этот след, он смотрит просто в угон. И он может справа и слева увидеть целых два НЛО. Но обычно он смотрит в одну сторону, поражённый, он видит одно НЛО. Но вот это, значит, один механизм. А другой механизм, очень интересный механизм, когда человек летит на самолёте вдоль следа. Тогда он, смотря вбок, не видит ничего, потому что след на просвет не обнаруживается. А если он посмотрит вперёд, то он будет смотреть уже вдоль следа и увидит НЛО. Когда он сместится на расстоянии, скажем, пять километров, след имеется там тысячу километров в длину, на пять километров сместится, он снова ничего вбок не видит, а вперёд снова видит. И поэтому получается эффект преследования, что объект преследует наблюдателя, очень интересный эффект. Но когда этот эффект легко видеть, когда едешь в поезде, смотришь, окошко, Луна тебя преследует. Да, Луна гонится. Да, гонится за тобой. Но ты знаешь, что это Луна, и спокойно воспринимаешь. А когда увидишь вот такой след, то начинаются всякие мысли. Скажите, пожалуйста, вот это всё, так сказать, модельные рассуждения некие. Я понимаю, всё так очень хорошо, здорово. А вот экспериментально это проверяли, пытались. Но есть же след, вот этот пролетел самолёт, стратосферный след, это называется, по-моему, да? Ну и вот всё, что Вы описали, кто-нибудь пробовал на самолёте повторить, сымитировать появление этих НЛО? Нет. Нет. К сожалению, это сугубо, это игра разума, то что называется. Это игра разума, да? То есть это, так сказать, объяснение возможности появления вот такого вот того самого следа. Феномена. Феномена, да? Ага. А по поводу вероятностной, Вы не рассчитывали? Значит, был такой... Вероятность такой, так сказать, курсовой встречи с этими вот следами, соответственно. Да. Это был такой французский астроном Жак Вален, который рассуждал на тему, сколько этих самых НЛО можно на Земле наблюдать. Ну, он посчитал, что обычно люди видят эти вещи в населённых местах, а в ненаселённых местах их никто не наблюдает, значит, надо умножить 10 раз. Потом наблюдать только на материках, а на океанах не наблюдать, надо ещё умножить в 5 раз. Нет, не в 5 раз, а где-то в 3. В 3 раза. Потом они наблюдают только в сумерках, а надо умножить на дневное время, когда НЛО не видно, ещё надо умножить в 10 раз. И он и считал, что таких наблюдений на Земле порядка 10 миллионов в год может быть. Быть. Явлений. 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 Ну, то есть, люди, конечно, наблюдают эти явления. И эти вот 10 миллионов всех, конечно, очень сильно расстроили. Тех, которые считают, что НЛО там прилетели с других звёзд или живут на Земле параллельно человеку. Ну, ясно, что разумный человек так не считает. Он думает, что всё эти вещи – оптические явления. Но, к сожалению, не всё объясняется вот этим феноменом. Кроме этого, существует ещё явление второго рода. Вот, скажем, как объяснить в этом случае похищение людей? Это же непросто. Как объяснить, вот, описаны случаи, когда НЛО причиняет человеку боль? Вот, как? Как? А как оно причиняет боль? Да, а как вот причиняет боль? Да, кстати говоря, вот нельзя ли в эту же кучу свалить ещё и шаровые молнии, так называемые? Отдельный разговор. Или это реально существующий феномен? Это отдельный, рассмотрим, вот когда-нибудь будет кусочек, вот сегодня же. Ну, вы мне так одним словом скажете, они существуют, или это тоже вот типа вот этих НЛО оптических обманов? Существует несколько теорий по поводу шаровых молний. Это отвлечение от нашей темы. Ну, как коротко тогда. Коротко. Значит, я остановлюсь на двух теориях. Первая теория в том, что атмосфера земная представляет собой фокусирующую линзу, и солнечное излучение фокусируется в некоторой точке. И в этой точке возникает шаровая молния. Тогда не возникает проблемы с прохождением её через стёкла, через стены и так далее, и так далее. А другая теория значительно более интересна. Значит, длина молнии порядка там 5 или 10 километров. Вот если ты наблюдаешь молнию в лоб, то ты увидишь точку. Ну, существование обычной молнии, оно несравнимо с протяжённым существованием шаровой молнии, да? Там её видят, как она, её по ветру летит. Ну, вот те, кто описывает. Значит, вы смотрели когда-то на солнце? Ну, конечно, смотрел, а потом долго не мог видеть. Вот, вот то же самое с молнией. Когда смотришь на молнию, у тебя в глазах отражается её след, и дальше ты, смотря направо и налево... Да и фотографии есть этих молний. Вот фотографии этих молний я видал. Значит, фотографии этих молний очень странные. Потому что там молния дрожит вместе с дрожанием, скажем, уличных фонарей. И это говорит о том, что камера, которая происходила с снятия... Что-то хотите сказать? Да, я хочу рассказать историю, которую моя мама очень любит вспоминать. Как вот детский редактор, значит, с детства она мне это рассказывает. В деревне, в горах, никаких фонарей, ну, на рассвете, правда. Может быть, это солнце вот как-то повлияло. Гроза, после этого совершенно ясная погода, и вдруг откуда-то они с сестрой это наблюдали. И вот всю жизнь я, периодически забывая, что рассказывала, она мне это рассказывает. Прямо у них на глазах именно вот такой шар, яркий. Двинулся вдоль, ну, по двору так. Скрылся за, ну, там, скотный двор какой-то был или что-то. Ну, давно, это 40-е годы. Вспышка, и всё. Ну, они думали, сейчас пожар будет и так далее. Но этот шар двигался. Я думал, что он в деревне, в горах, в фонаре вот какого-то... И после грозы. Да, и после грозы именно. Вот-вот такой случай был. Да вот описывать действительно. Она видела. Говорит, вот такого приблизительного диаметра. В вытяжку, вытяжка, понятно. Залетел снаружи этот шар, потом где-то он бабахнул. Ну, вся вот эта вот, телевизор перегорел там у неё чего-то. Телевизор перегорает, конечно. Ну, это не молния была, у него грозы-то в данный момент не было. Вот он прилетел, шар видел, всё. Бах, и всё. Ну, атмосферная электричество – вещь сложная. Да, ну, точно, да. Был такой тихий, который погиб от атмосферного электричества. Ну, его ударило, в общем-то, током, можно сказать, молнией ударило. Молнией ударило, конечно. У него был шнур вот этот вот с проволочкой, который на змеяне с ломоносом поднимали, чтобы, значит, из-за блоковка вот это вот оттуда вот электричество добывать. Вот, кстати, вот... Тут, конечно, рискованный был трюк. Металл, металл в этих во всех историях оказывается весьма существенным, потому что металлические предметы искажают электрическое поле. И вот, скажем, вот похищают людей чаще всего из автомобилей. Вы не заметили этого? Нет, я его просто не участвовал. А, в смысле, инопланетяне? Инопланетяне похищают. Нет, инопланетяне похищают террористы, откуда попало. А инопланетяне чаще всего из автомобилей. Опять же, и автомобили начинают... Да, да. ...вся эта история. Сначала он видит шар, который опускается, а потом его похищают. Ну, так вот, откуда похищение происходит? Значит, ну, протяжённые следы, они очень длинные. Ионосферы начинаются на Земле, в месте старта, идут вверх и проходят через ионосферу. А ионосфера – это заряженный слой, там много электричества. А в этом следе, он материальный, значит, есть ионизированные молекулы. И этот след поэтому электропроводен. И электричество из ионосферы начинает потихонечку стекать на Землю. Это такая молния, но она очень медленная. И пока след существует, это от электричества стекает. Ну, это не молния, это разряд, а это просто стекание. А это стекание, да. Электрический ток, да? Да, да, да. Ток утечки, скажем так. Ток утечки. А наш мозг – это машина. А любая машина подвержена действию электричества. И попав в такую зону, мозг перестаёт воспринимать явление адекватно. Ну, в зону медленного такого электрического разряда, я не думаю, что прямо… Это, конечно, разряд молнии там в голову попал, да, или там, ну, не молния уж, молния, ладно, там, током трахнул. Тут это сильно впечатляет, я это знаю. Ну… А вот когда просто стекает электричество, знаете, такое лечение, так сказать, токами Дарсонваль, там, ну, там всё-таки иллюзий не возникает. А вот вы знаете, что после Дарсонвальа рекомендуют врачи больному посидеть полчасика в приёмной покое, пока организм придёт в норму. А знаете почему? Потому что у него может нарушиться координация, и он может, грубо говоря, упасть и себе что-нибудь сломать. То есть, рассказы про инопланетяна вот отсюда идут, да? Отсюда. А опять же, вот из Дарсонваль известны случаи, когда человек после такой процедуры терял способность узнавать знакомые мелодии. Вот это описано в литературе, такие случаи. Физиология. Физиология. А вы, кстати, физиологией тоже занимаетесь, да? Я, кстати, открою тоже вот информацию такую, которую я про вас располагаю. Вы занимаетесь моделированием математическим, чего только не моделируете. Вот сейчас вы рассказываете, ну, в общем сказать, вот так вот ваше некое любительское увлечение в научное. Ну, не совсем любительское, я занимался так называемой инженерной физиологией. Нет, а вот то, что вот любительское правительство... А, да, 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 ну, это очень любительское, конечно. А как вы занимались вот инженерной физиологией? То есть, поведение физиологических систем в инженерно-организованной физиологии. Ага. И вы моделировали всё, даже процесс старения? Естественно. Процесс... Отравление ядами. Отравление ядами. С летальными исходами. Это очень трудно. И даже когда меня с вами знакомили, мне сказали, что вы доктор медицинских наук. Ну, они ошиблись. Ну, потому что яды, старения, ну, какое оно техническое, медицинское. Ну, я начинал работать с Валентин Ивановичем Шумаковым, знаете такого? Нет. Не знаете? Ну, искусственное сердце делает, человек, вот такой здоровый мужик. Да, кстати говоря, это очень ёмкая для математических моделирования тема, это всякие процессы в сердце, да? Да, да, да. Это неожиданное вот эти там... Кроводимость, летальный исход, там всякие нехорошие всякие события. Вот это тоже, я с этого начинал. Потом я занимался искусственной поджглудочной железой, я занимался водолазами, я занимался космонавтами. И всё это мы моделировали. И всё это я моделировал и описывал с помощью математических уравнений. Математика широко простирает свои руки в дела человеческие. Руки свои в дела человеческие. Правда, это сказал Ломоносов про химию, а вот про математику. Кармендович, а вы что-нибудь вот про этих, про зелёных человечек не расскажете? Вы знаете, вот по поводу самолётов, да. Опять же, в начале мамина история, сейчас вот это с отцом связано. Папа у меня был в аэропорту долго работал, в Белисском. Вот, и с детства, ну, фамилия такая, Пейсис, Кабашников, это всё были лётчики. Ну, и потом ностальгировать начал. И думаю, да-ка, я наберу фамилию Кабашников. Значит, по-моему, если не ошибаюсь, Михаил Кабашников. В интернете, да? В интернете, да, лётчик. Потому что, ну, как всегда, люди, которых любил, уважаешь. Вот, и я, значит, на интересную напал историю. Грузинский экипаж, по-моему, вот не помню, какой-то Ту, может Ту-154, наверное. Ну, уже, это поздний был какой-то рейс. Вот, они летели. Притом, это был какой-то неполный рейс. Вот, и сопровождало их какое-то вот такое необъяснимое явление. После этого прошло некоторое время, и к моему, ну, горю, хотя и детский писатель, но вот, горе есть горе, выяснилось, что практически весь экипаж, они, в общем, скончались, эти люди. Что с ними случилось? Ну, пассажиры, я не знаю, но был рейс, рейс был неполный. Это как раз уже когда, как говорится, самолёты гоняли практически пустопорожными. Это, как же, когда же было, 90-е годы или что? Это нет, это было в начале 90-х. Судя по, насколько я помню, в начале 90-х. То есть ещё при советской власти или уже после? Ну, уже после, да. Вот. Может быть, это, знаете, интернет-штука такая не очень надёжная. Ну да, там чё-то-то нет, да. Но, во всяком случае, вот, если хотя бы есть какая-то доля истины во всём этом... Я, кстати, предупреждал публику, что у нас сегодня такая передача немножко жёлтая такая. Да, 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 согласен. Конечно, не хотелось бы, чтобы это всё оправдалось, и чтобы всё было так, как есть. Ну, надо сказать, что у вас во всех этих вещах много, конечно, всегда такой вот... Ну, не то, чтобы брать выдумки, но вот в это люди верят. Когда люди рассказывают, они это верят. Я просто вру. А я ведь тоже верю в то, что это рассказываю. Да, 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 они верят в это. То есть они, может, сами себя убедили. Вот известно... Вот сейчас всё летающие тарелки наблюдают, да, блюдца всякие. А в 19 веке в Америке повально, значит, наблюдали летающие корабли. Летит корабль, корабль, якорь, бывает, находит в поле, корабль опустил, якорь... Это ещё голландец. Да, подходит человек, якорь, трос идёт, да, пошёл за ножом обрезать, всё, нет. Только вот расковырял поле этот якорь, улетел, всё. Ну, у нас сейчас места посадки обнаруживаются. Да, там были рассказы о летающих кораблях. А круги вот эти самые на полях. А, кстати, у тебя их наблюдают, круги-то? Наблюдают, а я не знаю, как это объяснить. И то, как в фильме в этом самом про... Там, где Мэл Гибсон-то играл, тоже помнишь? Да, да, да. Ну, там-то всё объясняли вот эти вот ребята, которые прилетели там, такие с жалом были. Ну, вот, к сожалению, не всё может объяснить то, что я рассказываю. Много остаётся за кадром. Вот, в частности, вот эти круги остаётся за кадром. Ну, а... Но, кстати, попытки объяснить их действиям, так сказать, шутников, они не увенчались успехом? Нет, нет. Ну, уж очень это, так сказать, ну, слишком такая рациональная деятельность, чтобы быть лишённой разумности, да? Ну, круг-то сделать на поле какие-то картины, сюжеты. И шутники-то понятно, да, но шутить... Ну, не шутят, не шутят. Ну, правда, для фермера, конечно, не очень приятно, чтобы помяли его поле-то. Время, к сожалению, наше истекло, нашей конференции, да? Вот мы так легко немножко поговорили, развлеклись. Ну, мы верим, что инопланетян нет. Вот, свято верим. До свидания, почтенная публика. Сейчас мне без вас профессор расскажет всю правду. Всех благ.